Желающих сдать кровь в Старополе особенно много среди молодых людей. Это не может не радовать сотрудников службы крови, потому что молодые доноры сдают качественную кровь, и у них хорошее здоровье. Это уже третий раз. Изначально многие советовали, говорили, иди сдай кровь, это вроде как престижно. Потом получить можно еще корочку донора, как почетного донора. Вот, собственно, получали. Для тех, кто постоянно сдают кровь, это не только шанс получить компенсацию, но и возможность стать почетным донором. Это звание дает ряд льгот и преференций тем, кто не жалел собственной крови для других. Без нашей службы не работает ни один стационар края. Вы же понимаете, да, что где есть хирургия, где есть акушерство, а уж тем более в краевых больших учреждениях, таких как перинатальный центр, онкоцентр, краевая больница, где кардиохирургические операции, они без нас вообще жить не могут. Давая кровь, дарую жизнь. Вот такой есть девиз в службе крови. Святая святых – это хранилище, где круглогодично, при температуре минус 40 находятся запасы плазмы, которые в любой момент могут кому-то срочно потребоваться и, возможно, спасти жизнь. Но перед тем, как кровь попадает в другого человека или отправится в хранилище, ее несколько раз проверят и оценят по качеству. У нас есть определенный перечень доноров, у которых выявляются очень редко встречаемые группы крови. У нас есть такие доноры, встречаемость, например, фенотипа резуса, которых отмечается, это 4 человека на 10 тысяч. Любого донора, неважно, пришел он на сдачу впервые, или уже не новичок в службе крови, тщательно проверяют. Он проходит обязательную комиссию и лабораторные исследования. Специалисты узнают уровень гемоглобина в крови человека, проверяют донора на наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, гепатита В и С. Это позволяет узнать, можно ли переливать кровь пациенту. Трансфузиологии – это наука о переливании крови. Множество тонкостей. Что касается тромбоцитов, то мы получаем двумя способами. Раньше у нас только аппаратные тромбоциты, а уже с конца этого года мы новую технологию внедрили – пулированных тромбоцитов, когда от нескольких доноров мы получаем терапевтическую дозу. И от таких тромбоцитов очень хороший клинический эффект. Дефицита доноров в службе крови нет, но тем не менее такие люди всегда требуются. Ведь ситуации в жизни случаются разные. Чтобы бан крови своевременно пополнялся, доноров вызывают. Есть выездные бригады, которые выезжают в районы края. Иногда у нас бывают, конечно, ситуации, когда нужны срочно, допустим, новорожденному ребенку или беременной, или роженице свежая развесть. Естественно, тогда мы вызываем доноров. Или нужны есть тромбоциты редкой группы крови, тогда, естественно, мы тоже вызываем. Сегодня в службу крови ежедневно приходят более 100 доноров, готовых отдать безвозмездно частичку себя. А выездные бригады за год более 200 раз посещают районы, чтобы получить кровь.